Почему Россия решила строить новую скоростную дорогу в Китай в обход дружественного Казахстана? Если посмотреть на карту мира, то даже невооруженным глазом видно, что кратчайшая дорога из Москвы в Китай должна лежать через Казахстан. Если запустить навигатор по маршруту Москва-Сиань, это город в Центральном Китае, то будет предложено несколько маршрутов и все они также будут затрагивать Казахскую Республику. Наиболее короткий путь составит 7800 километров. И вот, держа в голове эту информацию, смотрим на то, какие новости приходят с полей. Как известно, в России началось строительство трассы М-12 Москва-Казань. Трасса строится с нуля в чистом поле, 4 полосы, 2 туда, 2 обратно. Никаких светофоров и перекрестков, только дави и дави на газ. Позже правительство объявило, что М-12 будет продолжена до самого Екатеринбурга. Новость эта, конечно, была хорошей, но как-то она не стыковалась со стратегическим развитием России. Ведь, как известно, мы обладаем гигантским транзитным потенциалом, связывая по суше Китай и Европу. Так что подобные масштабные стройки было бы желательно прокладывать с учетом именно транзитных маршрутов. Это позволяло бы зарабатывать миллиарды, развивая к тому же внутреннее производство и потребление. Для многих будет новость, но Китай и Европа много что у нас покупают, помимо газа и нефти. Особенно продовольствия, удобрения, химию. Как ни крути, но обрывать М-12 на Урале значит делать ее тупиковой и никак не задействовать в международной логистике. И вот на недавней встрече президента и правительства Путин дал указание проработать дальнейшее продолжение М-12 до самого Китая. Это решение оказалось довольно логичным и сложило пазл до конца. Если М-12 дойдет от Москвы до Китая, то транзитный маршрут окажется полностью готов, так как Москва уже связана с Петербургом новейшей дорогой М-11. А от Петербурга до Европы товары можно отправить морем, либо по суше на Финляндию, Швецию, Норвегию и Данию и так далее. И тут можно было бы предположить, что короче всего будет дотянуть М-12 до Омска, а оттуда пойти на юг и через Казахстан выйти на Западный Китай. Но нет, предварительные обсуждения позволяют сделать вывод, что трассу от Омска направят дальше на восток, до Новосибирска, Бийска, а далее через Алтай в Монголию и тот же Западный Китай. Такой маршрут получается почти на тысячу километров длиннее и к тому же он пересекает горы Алтая, что не очень дешево для строителей и не очень удобно для водителей. Почему же тогда дорогу не проложат через Казахстан, ведь это дружественная нам страна. Да и она могла бы взять расходы на строительство участка дороги на себя, а так нам все придется строить самим. Конечно причин может быть много, но главные, как мы считаем, две. Первое, доходы от транзита. Китайские и европейские фуры будут оплачивать проезд по этой новой дороге, причем оплачивать как напрямую, по примеру платной дороги Москва-Петербург, так и косвенно, покупать бензин, еду, оплачивать жилье и так далее. Соответственно, каким бы Казахстан не был дружественным, но своя рубашка ближе к телу, миллиарды долларов от дополнительного транзита через территорию России упускать точно не стоит. Вторая причина. Дружбы между странами не существует. Думаю, все матерые политики это прекрасно понимают. Существуют лишь национальные интересы и ситуативные партнеры. Вон, Франция с Британией дружили-дружили, а потом не поделили рыбу в море, и все, пошли скандалы. Венгрия дружила со всей Европой, а сейчас ей санкциями грозят из-за отказа от пропаганды меньшинств в школах. Россия когда-то тоже дружила с Украиной, а ДНР и ЛНР вообще были ее частью. И что же? Международная обстановка меняется, и точно так же друзья меняются на врагов, и наоборот. Могла ли Москва 40 лет назад подумать, что транзитный газопровод через Украину станет для нее такой головной полью? Вот и сейчас кажется, что транзитная дорога через дружественный Казахстан – отличная идея. Но все может поменяться в ближайшие десятилетия, и даже считанные годы. Тем более, что первые признаки русофобии в среднеазиатском соседе уже начинают проявляться. Так что, как говорится, все свое ношу с собой. Лучше ни от кого не зависеть и полностью контролировать транзитный маршрут. Это хоть и дороже на этапе строительства, но зато прибыльнее на этапе эксплуатации, и уж точно безопаснее и надежнее. А что вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!